Рано утром мэр Сергеев провел объезд Анапского сельского округа со всеми своими заместителями. Первая остановка у неработающего фельдшерско-акушерского пункта, которому, по словам председателя местного совета ветеранов Раиса Лукмановой, живущим в округе пожилым людям, очень не хватает. Анатолий Каверин, председатель квартального комитета, обратил внимание мэра на необходимость поставить две новые подстанции. Мощностей здесь катастрофически не хватает. Этот вопрос будет решаться с руководителем Кубанинерго. Еще одна просьба хуторян – футбольная площадка для детей. В усатовой балке населения больше тысячи. И много ребят, которые хотели бы заниматься спортом. А рядом в станице Анапска есть спортплощадка. Ее надо использовать по максимуму. Вместо того, чтобы ругаться там в усатовой балке и доказывать свою правоту, организовать подвоз сюда. Для непроблем. Допустим, инструктор. Непроблем. Транспортное средство. И время. Непроблем. Допустим, с 12 до 14. Или там с 11 до 15. Не вижу никакой проблемы. Ну так, и в чем дело? Это половичное решение, но оно решение. Строительство площадки в хуторе зависит от возможности дальнейшего участия муниципалитета в краевых программах. Этот вопрос также на контроле главы. В станице Анапской глава посетил детский сад номер 40, где Роспотребнадзор выдвигает претензии из-за плохого асфальтового покрытия на въезде до школьного учреждения. Заведующую вот за этот въезд, вот за этот асфальт привлекают к административной ответственности. Как вы думаете, это справедливо, нет? У заведующей какие есть варианты? Нет, она может ободрать родителей и получить массу писем, жалоб и всего остального. Она может родителям сказать, дайте по 10 тысяч, мы сделаем асфальт. Где родители возьмут? Но ее привлекают к административной ответственности. Я слышал об этом два месяца назад. Вы увидел, за два месяца ничего не поменялось. Намек понятен. Ремонт улицы Мира, проходящей мимо садика, запланирован на второе полугодие этого года. Так что параллельно зацепят асфальтом и этот подъезд к детскому саду. В амбулатории станицы Анапской Сергеев осмотрел дневной стационар. Несмотря на многочисленные обращения станичников о необходимости стационара, этот вопрос не решался много лет. И только после того, как просьбу адресовали главе муниципалитета, он был решен. Сегодня дневной стационар в станице работает с полной нагрузкой. Подобные объезды сельских территорий Сергей Сергеев делает в своем рабочем графике традиционными, чтобы видеть и знать каждую проблему, не по отчетам подчиненных. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова